Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня вторник, День Добрых Дел на Радио Болтком, и в эфире программа «Зелёная Лампа». Это программа о тех, кому нужна наша помощь, и для тех, кто хочет помогать. Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Добрый день. Я Рита Трошкина, наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. В студии у нас гостья. Главный художник по костюмам Латвейской национальной оперы, обладатель множества наград театральных, и просто замечательный человек Кристина Пастернак. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Мы знаем, что вы очень заняты, но нашли время для нашей программы. А помогает наша программа сегодня? Включается «Зелёная Лампа» для целой группы детей, для особенных детей тренера по фигурному катанию Ольги Нечаевой. Вы, наверное, помните, мы где-то год назад тоже делали программу про Ольгу Нечаеву и её воспитанников. Она очень известный тренер и сама бывшая фигуристка, чемпионка. И вот она ставит на лёд детей, делает невозможное, ставит на коньки детей с ДЦП, церебральным параличом, с синдромами различных тяжёлых болезней. И дети делают такие успехи, у них просто улучшается здоровье, они медали получают. И врачи-реабилитологи подтверждают то, что это очень-очень полезно для ребят. И Ольга, мы её назвали бы «Человеком года» на самом деле, потому что она делает такие вещи, иногда в голове даже не укладывается. Берёт этих детей, всех, кто к ней приходит, и занимается с ними бесплатно. Вот за год с помощью тех денег, которые мы с вами собрали год назад, пришло к ней дополнительно 19 детей в Риге и в Лепе. Мы будем сегодня чуть подробнее об этом говорить ещё. Просто напоминаем, что наш телефон 930-6384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю для воспитанников, для особенных воспитанников тренера Ольги Нечаевой. И гость студии у нас художник по костюмам Кристины Пастернак. На вашем счету более 100 театральных и оперных постановок. В принципе, даже не укладывается это в голове. В разных странах, кроме Латвии, в каких странах вы ещё украшали... Героев. Да, украшали героев и наряжали спектакль. Добрый день, ещё раз. Выходит довольно длинный список стран. Работала я, кроме Балтийских стран, и в Германии, и в Австрии, в России, во Франции, в Исландии, в Венгрии, в Польше, в Чехии, в Словакии, в Словении, в Хонг-Конге. То есть вы такой прямо художник, человек мира. А в России на каких сценах вам довелось работать? Мне довелось работать на сценах «Таганки». Мне довелось работать вместе с режиссёром, или, скорее, с режиссёрами, со мной вместе, работать и на сцене Станиславского в Москве, на сцене Михайловского театра в Петербурге. Ничего себе! Даже мы не знали. А вот за спектакль, за оформление спектакля и в театре Станиславского, за это вы были номинированы и получили награду «Золотая маска»? Мы были номинированы на «Золотую маску» режиссёра Андрея Жагарс и оформление сцен Ренес, Сухановс и главный исполнитель главной мужской партии Липарит Аветысян, и я тоже были номинированы, получили из нашей команды, получил Липарит Аветысян «Золотую маску». Но это была честь быть номинированным на такой престижный приз. Манон? Это было про спектакль Манон, да. Кристина, вот вы буквально недавно, практически на днях, можно сказать, вернулись из Москвы, где были мероприятия памяти Андрея Жагарса. И вот в Геликон-опере был специальный такой концерт памяти. И на афише там было написано, что цель концерта – напомнить о хрупкости бытия и о важности беречь друг друга. А вот в ежедневной жизни вообще задумываетесь о таких вещах? Мы вообще вот как? Я думаю, что каждый человек об этом задумывается. Но, может быть, в повседневной спешке не всегда выходит это реализовать, но я думаю, что это важно об этом помнить. И я была очень рада, что я поехала в Москву именно на этот концерт. И я очень благодарна, действительно, благодарна Беспозе и Дмитрию Бертману, который руководитель оперы «Келикон», и режиссеру концерта Ирины Личагиной, которая и была ассистентом Андрея в московских спектаклях. И на «Тангейзере», когда он делал «Тангейзер», и на спектакль «Манон». И теперь уже на восстановлении «Манон» она это делала без Андрея, конечно. А как всё там прошло? Расскажите немножко. Знаете, это очень эмоциональное событие. И вместе с тем я могу сказать, что это было всё очень-очень прекрасно. и что мне было важно, и смотреть, как люди на это реагируют, и как всё-таки ты чувствуешь, сидя в зале, каким важным человеком для тех, которые были в зале, и я думаю, и для тех, части тех, которые не попали на концерт, каким важным человеком для них был Андрей Загарц. Андрей просто. И как... И радостно, и больно одновременно, естественно. И вот здесь, может быть, можно тоже добавить о том, ну, как Акуджава пел, говорите слова добрые, пока мы все вместе. И было очень нехорошо то, что приняли участие в этом концерте певцы, которые работали вместе с Андреем. Они сочли этим, это своим, как бы, долгом души. И из Риги были Лена Кинча, которая прекрасно, просто прекрасно спела, Либистот, и из Тристана Изольды Вагнера, и Айанни Сапенис, которая пела вместе с Анной Нечаевой, как раз девушка и вашего тренера в какой-то мере. И это было эмоционально и красиво. То есть Андрей Загарц настолько знаковый человек для многих, не только в Латвии, но и за пределами Латвии, что его помнят по-прежнему, да, и любят. Да. А сколько лет, сколько лет вы его знали? Очень давно. Очень давно. Не посчитать. Посчитать мне это трудно даже. Не знаю, это... Чуть ли не со студенческих лет. Вот одна ваша коллега так красиво написала, что он научил нас чувствовать то, что до этого мы никогда не ощущали. И любить так, как вроде бы уже даже невозможно. И вот ушел Андрей Загарц, и его уход стал для очень многих людей поводом думать, говорить о каких-то важных вещах, в основном о любви. О любви. Почему? Как вы думаете? Любви в нашей жизни не хватает, или мы ее просто сами скрываем от себя? Мне очень трудно это сказать, потому что для каждого человека это очень индивидуально. И, знаете, так говорить о любви в какой-то мере, это можно быть и... Ну, как это сказать? Это можно и... Если слишком много говорить об этом, то это унижает само понятие любви. Но в случае Андрея опять я должна вернуться к тому, что вот так много любви, которая выплескалась буквально и в прессе, и в письмах на Фейсбуке от друзей, и от совсем людей, от которых это не ожидалось. И тогда жалко, что это все не... Да, что он не услышал. Он не услышал это сам, но он должен быть иногда слышать о себе вещи, которые он совсем не должен быть слышать, особо здесь, в Латвии, к сожалению. Ну вот каждому нужно слышать что-то хорошее, да? Мы стесняемся иногда сказать, а ведь надо говорить сразу. Правда? Да. Надо говорить сразу. Это поощряемо. Давайте сейчас возьмем и сразу скажем о героине нашей сегодняшней программы, нашего сюжета, о женщине, которую мы назвали бы человеком года, Ольга Нечаева. Ольга, если вы нас слушаете, мы вот тоже вам признаемся в любви и в своем восхищении. Это человек, который почти 10 лет назад к ней пришел после показательных выступлений ее учеников на льду, подошел мальчик, который еле стоял на ногах. Мальчик с ДЦП, детский церебральный пролитчик, который не мог даже говорить. И что-то ей начало вот объяснять, она не поняла даже что. Подошла мама, перевела, он сказал, я тоже хочу вот так красиво кататься. Она растерялась и с перепугу согласилась. Потом она решила попробовать. Да, потом она поняла, что это огромная ответственность. Это вот человек, мальчик не стоит на ногах, она его на коньки. И вот 10 лет прошло, мальчик чемпион всяческих международных соревнований. Мальчик уже закончил школу. Которые проводятся для вот таких особенных людей. И он ее гордость. И с тех пор, потом у нее появился первый мальчик с синдромом Дауна. Сейчас уже несколько таких малышей. А 8 марта на соревнованиях, которые проходили, вот у нас в клубе. Позавчера. Да, в клубе ОЗО. Она представила, ну я считаю, что это просто вообще сенсация, пару. Она взяла девочку с синдромом Дауна и мальчика, который совершенно здоровый, красавчик. То есть смешанная пара. Миша и Арнелла. Марк и Арнелла. И родители Марка согласились. Марк сам согласился, потому что Арнеллочка занимается параллельно в этой группе. Они создали такую пару. Она мечтает подготовить их на международные соревнования. Но самое здесь примечательное во всей этой истории, что она не берет денег с родителей этих детей. Она говорит, я просто я вижу, я знаю, как сложно и как тяжело вообще в этих семьях финансово, потому что все денежки уходят на оплату лечения и реабилитации. И именно поэтому наш телефон благотворительный 9-3-0-6-3-8-4 подключен на целую неделю для того, чтобы помочь вот этих деток, которые пришли дополнительно, чтобы Ольга смогла с ними заниматься. Я бы сказала, что тренер делает святое дело. И я очень как обреяную. Восхищаюсь. Я очень восхищаюсь такими побуждениями и действиями. Я просто хочу пожелать этой женщине силу и выносливость, потому что я думаю, что труд это достаточно требующий. Тяжелый, да. И именно любви и терпения в том числе эмоций и ответственности. И, конечно, вот эти все вещи, которые мы видим, то, что делает Ольга и ее воспитанники особенные, они и нашу жизнь очень сильно украшают и показывают, что можно и так. Можно жить не только на себе зациклившись, но можно делать и так. И очень хочется ей помочь. Мы напоминаем еще раз, вы можете посмотреть на фотографии на нашей страничке на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа» статья и фотографии подробные про Ольгу и ее ребят. Чемпионы 8 марта турнира, который прошел 8 марта, там тоже сфотографированы. Спортивный клуб ее называется «Твизл». И на страничках «Зеленая лампа» на Фейсбуке тоже вся эта информация есть. Там же есть счет помощи открытый в благотворительном фонде «Би Оупен». И телефон 9300-6384 всю неделю работает в помощь Ольге Нечаевой и ее воспитанникам, чтобы она и дальше могла продолжать и брать новых и новых ребят с такими тяжелыми диагнозами и им помогать. А сейчас у нас небольшой перерыв несколько минут. Оставайтесь с нами. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Приветствуем всех, кто с нами и напоминаем, что в гостях у нас сегодня Кристина Пастернак, художник по костюмам очень известный и художник по костюмам латвийской национальной оперы. И это человек, оформивший более 100 спектаклей. И вот одна цифра нас поразила. Для спектакля «Манон» было сделано сколько? 378 костюмов. Мы анимели с Ольгой. Представляете, 370 костюмов. Это в театре «Немирующий дань» в Москве. Тот спектакль, который как раз номинирован на «Золотую маску». И память Андрея Сажагарса был восстановлен. Восстановлен. Возвращаясь к тому, что мы говорили до этого, я хочу еще запаузу рекламную. Я много думала об этом. И мне кажется, что это так прекрасно, что делает тренер Ольга Нечаева, что она своими действиями, она расширяет, ну, скажем так, круг радости жизни и дает надежду другим родителям и самим детям. И я думаю, что ее доброе дело поощряет начинать и других людей делать доброе дело. И еще я думаю, что большая благодарность мальчику, родителям. Это вообще фантастик. Да, что они так отзывчивы. И как есть сказки Карлеса Скалбе, латышеского автора, и у него есть сказка про котиши дзирновой, мельница, кошачья мельница. И там белая кошка, которую очень много обидели в конце жизнь для белой кошечки хорошая, она у короля и так далее. И дает им королю совет, что надо умножать радость, а не умножать боль. И я думаю, что вот это именно и то есть, что делает тренер. Спасибо ей. И вам спасибо. Очень важные слова она сейчас слушает, и ей тоже это очень нужно слышать, то, что вы сейчас говорите. Кристина, а вот ваша мама знаменитая выдающаяся латышская актриса, латвийская, латышская Лидия Фреймана, и вот буквально на днях в апреле этого года ей, ну как, такая круглая дата, могло, как это 100-летний юбилей получается. Так есть. Но она тоже, она такое же достояние республики Латвии, она же и в Долгой Дороге в Дюнах снималась, все точно помнят мать Артура, вот она была, да? Да. Возглавляла театральное общество, а вы вот как зритель и как дочка, у вас какая роль вот мамина любимая? Мамина роль любимая мне нравились достаточно много ее ролей, но мне очень нравилась Электра, Электра, и, ну таки, и мне очень нравилась Зелма в спектакле, Харьегу бис циролище. Вот там, там было так, что маму, ну ты не смотришь, ты не видишь маму там, другой человек на сцене, и мама сама этот спектакль очень любила, и он очень, но так, может быть, две первые, которые так сразу приходят в голову, и ей, конечно, было по своему, как сказать, артистическому, по своей артистической природе, она была выдающаяся, трагическая актриса, но и в равной мере, ей нравились и комические роли, но меньше ей их давали, но когда их давали, то она буквально радовалась этому, что можно, ну так, хулиганить на сцене, может быть, так можно сказать, так что это, да. А вы бывали с ней на съемочной площадке, за кулисами часто? В детстве. В детстве я сидела в зале, пока мама репетировала на сцене. Да, все актерские дети сидят в зале или в гардеробе. Кристина, вот говорят, что для музыканта важен абсолютный слух. Про вас говорят, что у вас абсолютный вкус, так вы наряжаете все спектакли актеров. А вот кто, как вы думаете, кто в вас вот воспитывал этот вкус? Влиял. Знаете, во-первых, спасибо за комплимент. Это очень громкий комплимент. Я не знаю, наверное, все идет от детства, от родителей. Ну, если так, то родители уже поколений, которые еще родились и получили образование еще в первое время Латвийской республики. И у них были очень строго, как лучше сказать, строгие критерии, воспитанные, базируясь на какое-то европейское воспитание и культуре европейской. Вот как, ну, как и, скажем, в России были до революции тоже, которые потом прерваны были все эти традиции и воспитания, и культурного такого мировоззрения. И также я думаю, что много мне дал и Андрей тоже, с которым я достаточно много вместе работала. И он мне, вот, он научил меня не бояться. не бояться, это мы говорим об Андрейсе Жагарсе, не бояться экспериментировать? Не бояться, дерзать, 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 как правильно, не могу не сказать. А вот приоткройте, пожалуйста, чуть-чуть, насколько возможно, вот эти секреты, когда вам предлагается спектакль, вот вы видите, какие там роли, вы видите, какие там герои, с чего вы начинаете, как вы погружаетесь в эту атмосферу? Знаете, может быть, случай от случая отличается. Ну, всегда ведь встречается с режиссером, с сценографом, все вместе встречается так называемая творческая группа, потом каждый уходит в свой уголочек и там что-то начинает творить. Это очень, действительно, каждый раз немножко это все отличается, но, может быть, чаще всего виднеется какая-то общая, такая неясная картина, из которой постепенно собирается, вот как пикселя, когда они разбросаны, и потом вдруг соединяется в какой-то острый образ, ну, примерно так, если это образно, можно сказать. Ну, конечно, надо читать пьесу не один раз, а побольше раз, надо слушать музыку, надо изучать или напомнить себе все эти периоды исторические, если это нужно или нет, и каждый раз ты там увидишь что-то новое для себя, это тоже очень интересно. А ваш любимый исторический период, эпоха, с точки зрения вот костюма, скажем? Где бы вы хотели оказаться? Я достаточно довольна нынешним днём. Это отлично. Но в принципе, в принципе, да, есть несколько таких периодов. Но если так по большому счёту, то мне кажется, что вот период рококо, он дал очень много. Он дал очень много именно для развития современной моды. И он действительно очень вдохновляющий, и можно там с ним играть и отбрасывать и переборщать все эти излишки. Да, излишки. Поколить себе, дерзнуть, как вы говорите. и потом мне очень нравятся 20-е годы. Стиль. Стиль, да. Ну, много чего есть. Ну, вот смотрите, можно я вот просто очень бегло назову несколько спектаклей хотя бы, в которых вы работали. Это очень серьёзно. Магбет Верди, Летучий Голландец Вагнера, Пиковая Дама Чайковского, Набука, да, тоже Верди, Дон Жуан, Манон Леско, Севельский Цирюль Некрасиня. И можно продолжать, продолжать и продолжать. Это же вообще-то знаковые такие спектакли все, да. поэтому вы имеете право погружаться в эту эпоху и оттуда что-то брать и соединять с современностью, да, у вас получается очень хорошо это. Спасибо, я очень счастлива, что мы были такие возможности работать над такими названиями. А приз в прошлом, в конце прошлого года вы главный театральный приз Латвии в «Сполненакт» получили за работу над спектаклем в Рижском театре русской драмы имени Михаила Чехова, да? Да, и за спектакль, который делал вместе с Айком Карапетьяном, которого я тоже очень радостно с ним работать вместе, пояться мы делали вместе. А в Русском театре это «Моя прекрасная лея». В Русском театре, да. Многие наши радиослушатели видели этот спектакль и запомнили эти вот ваши костюмы такие очень красивые. Да, причем на контрастах, да? То есть надо было показать. Да, это была установка режиссера. И это была интересная задача, конечно, да. А как вам вообще работается с нашим Рижским русским театром? У вас же там не единственный этот проект был? Вы знаете, нет, я в какое-то время назад достаточно много работала в театре русской драмы и должна сказать, что в какой-то мере театр русской драмы это мое возвращение в дело, потому что я как-то бросила, поработая художником по костюмам, я ушла. Я работала в национальном театре и решила, что не, все, мне как-то уже нет. и тогда режиссер Аркадий Кац пригласил меня на Гамлета и как-то вот этот момент был возвращением ключевой или как это правильно. Да, да, ключевой. Ну да, Гамлет это такой серьезный материал. Серьезный, трудный. А самый-самый какой-то яркий спектакль есть у вас, над которым особенное удовольствие было работать? Мне были удовольствия, да, мне нравилось работать над Клистов, Шэсхолландец. Летучий Голландец, Пиковая Дама, Пиковая Дама, это был один из моих самых любимых спектаклей. Это вот сейчас восстановленный. Да, который восстановленный сейчас. Мне нравилось работать и над цивильским цирульником. Мне очень интересно было работать над спелой данцой, которая новая постановка в осенне. Некроводная салуя, да. Над ногами, над ногами. Вот, а мы уже 10 минут во мне напоминали, да, что наш проект Зелёная лампа на этой неделе помогает собрать средства для уникальной, удивительной тренера Ольга Нечаева, чтобы она могла бесплатно заниматься с детками, у которых тяжёлые диагнозы, потому что там, если мы начнём перечислять все эти диагнозы, можно прослезиться. она берёт и аутистов, и малышей с ДЦП с различными серьёзными синдромами, когда поражение мозга, отставание в развитии, и эти дети, которые не могут, в общем-то, стоять на ногах и толком ходить, она творит чудеса. Они начинают ездить на коньках, и врачи, физиотерапевты, родители отмечают, что это действительно такой скачок в развитии и в укреплении здоровья, просто шанс для этих детей каким-то образом почувствовать уверенность и радость. Вот как Кристина всё время говорит, что надо умножать радость. Телефон 93063 84 1 евро 42 цента. И обязательно мы должны сказать вам огромное спасибо по итогам прошлой недели. Да, по итогам прошлой недели. Даже когда начинаем говорить, ну как-то голос срывается, потому что мы помогали на прошлой неделе мы с вами мальчику бабочки так называемому, то есть мальчику с синдромом бабочки это тяжелейшая болезнь генетическая, когда у ребёнка кожа настолько тонкая и хрупкая, что она напоминает крыло бабочки. При любом неосторожном прикосновении кожа может сойти, сходит, лопнуть, лопнуть может, и это очень-очень тяжело. Мы не будем сейчас повторяться, всё это написано у нас на сайте в нашей статье, и нужно было собрать 5800 для того, чтобы на год обеспечить маме помощь, няне-ассистента и дополнительные медицинские такие вот материалы, потому что только на пластыри и бинты специальные она тратит в месяц 700 евро. И вместо, спасибо вам огромное, вместо 5800 евро было собрано почти в два раза больше, 9467 евро. В том числе было сделано более 2000 звонков, 2191 звонок на благотворительный телефон на сумму 2715 евро. Спасибо всем огромное, низкий поклон от мамы, мама написала очень трогательные слова, вам почитайте, пожалуйста, на сайте и на страничке Facebook в зелёной лампе вот её письмо всем, кто помогал, вы просто своими звонками каждым евро перечисленным и просто добрыми мыслями своими, которые вы посылали вот этой маме, в адрес этой мамы и малыша трёхлетнего, вы изменили, реально немножечко изменили к лучшему жизнь этой маленькой семьи. Спасибо вам. Мы вминаем, что у нас в гостях Кристина Пастернак, художник по костюмам, и мы хотим вас спросить, Кристина, про про вашу сестру, вот вы нам за эфиром рассказывали, да, на которой проводила, скажите, пожалуйста. Моя сестра Катрина Пастернака Калнини, она долгие годы была лицом благотворительной акции, которая проходила два раза в году, Ла Басти Буздиена и Энгель Пар Латвии. Ангела над Латвией. Да, и тоже похоже, как вы это делаете, эти акции и старались собирать деньги, и они тоже это делали достаточно успешно, даже, я бы сказала, очень успешно, и они собирали и деньги, и, скажем так, и два раза в году они собирали и одежду, или там разные другие практические помощи, вещи, которые нужны семьям. так что я очень уважаю ваше дело и рада сообщить, что есть и другие тоже, которые это делают, и это радостно, потому что действительно семьям нужна помощь, и хорошо, что рад за каждого, который это делает. Но мы знаем, что и вы тоже много помогаете и откликаетесь, мы это знаем, и скажите, а вот милосердие, это же не пустой звук, в нашей жизни его больше стало или меньше, как вы посчитаете, жал сэрдиба. Я, я понимаю, нет, честно говоря, мне кажется, что это стало больше, мне как-то действительно так кажется, и мне кажется, что это не только акции, которые проходят, но мне кажется, что люди стали более, ну, как, июты, игаки, более чувствительные к другим, и более сочувствующие к другим гористям и бедам, или хотя бы, я не знаю, маленькому какому-то происшествию частному, и особенно мне кажется, что молодое поколение стало очень отзывчивое, и это очень прекрасно и радует, и больше, знаете, что мне кажется очень прекрасно, что молодым людям не так уж важно там даун или аутист, потому что больше нету такой сильной разделенности, и это как такая хорошая весть для общества, потому что, ну, все люди равны. А вот как вам кажется, по большому счету искусство, оно может мир изменить в лучшую сторону? По большому счету. вот конкретно вы ощущаете после, прошел спектакль, люди вышли другие немножко? я не знаю, может ли мир изменить, красота изменить мир, к этому красоте надо тяготеть, по-моему, но красота дарит радость, и это хоть на минуту меняет людей, хоть на минуту стать лучшими, это тем больше красоты, тем больше хороших людей, я надеюсь. И вы, наши дорогие радиослушатели, вы сейчас слушаете нас, и хоть на минуту, но мы очень надеемся, что у вас тоже что-то такое теплое там как-то в душе просыпается, да, и вот воспользуемся, напомним вам телефон 930 6384 евро 42 за один звонок, и всю неделю мы будем помогать собрать денежки, чтобы детки с тяжелыми диагнозами, которые обращаются к тренеру Ольге Нечаевой, смогли бы бесплатно заниматься фигурным катанием, для них это огромная радость, а в жизни этих детей очень много слез, много боли, много обид, много проблем, а это то, что дает им вот просто действительно какой-то в настоящем смысле этого слова свет в окошке. Ну вот сегодня благодаря Кристине Пастернак, нашей гости, у нас это слово радость прям звучало такой красной линией, такой через всю программу, это очень приятно, и сейчас программа подошла к концу очень быстро, мы просто вас попросим, Кристина, может быть, что-то пожелать вот и самой Ольге, и нашим радиослушателям, тем, кто нас слушает, что-то важное, что они должны для себя сохранить. Ольге, я хотела бы пожелать силы душевной и физической, выдержать то, что она начала и продолжать это, сколько она это может, а радиослушателям я действительно пожелаю, дарите хорошие слова, пока вы все вместе, и спасибо вам за то, что вы оказываете такую помощь другим, себя, даже незнакомым людям, это важно, спасибо большое. А для этого тренера очень важна поддержка, даже если сейчас мы просто подумаем, ах, какая она вообще молодец, какой хороший человек, потому что наступают моменты, когда она говорит, я, наверное, все брошу, у меня опускаются руки, потому что мне иногда кажется, что это нужно только мне и вот этим родителям, да, мы ей говорим, нет, Ольга, это нужно, в принципе, нам всем, да, и мы очень хотим ее поддержать. Всем спасибо, до встречи через неделю. Спасибо.